Простой вроде бы листок бумаги может испортить настроение обычному человеку если этот листок квитанции за квартиру многие люди попросту не понимают из чего складываются эти цифры и вынуждены оплачивать счета но давайте разбираться откуда на самом деле они берутся конечно в рамках одной программы разобраться во всем невозможно поэтому сегодня мы будем говорить об отоплении почему одни платят за него гигантские суммы а другие экономят так как же мы платим за отопление есть два варианта я представляю слово первому эксперту нашей программы виктору шкурату главному энергетику буб центр жкх напомню что это крупнейшая управляющая компания сарова которая в основном обслуживает так называемый старый фонд самый проблемный с точки зрения энергоэффективности основном жители платят есть там где есть общедомовые приборы учета по общедомовым приборам там где нет общедомовых приборов они платят по нормативу норматив рассчитывает региональная служба по тарифу нижнем новгороде они считают годовое нормативное потребление а дальше его как бы делят на 12 либо чтобы круглый год платить либо могут быть разделить на 8 дней на время на месяц отопительного сезона норматива нормативами но все мы понимаем что рано или поздно везде будут установлены счетчики сейчас в части тепловой энергии или отопления не степень оборудования квартирных домов приборами учета достигла 30 процентов хотя по закону должна быть уже по горячей воде степень оборудования приборами учета достигала в жилых домах 55 процентов и нужно отметить главное что установка прибора учета не ведет автоматически к кому это открывают глаза сколько же данный субъект потребляет тепла мы стали видеть какой потребитель рационально используют ресурсы какой нерациональный например мы анализируем по одинаковому в части проектных серий зданием по одинаковому объему здания не видим что объем употребление тепла раз разница достигают до 50-60 процентов получается что некоторые платят в два раза больше чем могли бы платить пересчете на дом эта сумма может быть весьма внушительной и тут кроется одна из главных ловушек которые есть сарове дело в том что ставить счетчики в домах которые построены в начале двух тысячных просто невыгодно проще дешевле платить по нормативу дело в том что норматив этих домах как мы уже говорили в два раза ниже чем установлены в других городах области требования были там с ним от 1998 года там требования дома что теплоизоляция домов должна быть гораздо лучше чем старых домах там раза два соответственно как бы и норматив на дом как бы он два раза меньше где там чем на старые дома но как бы как всегда переходный период строители не так делали проектанты не совсем так делали дома как бы вот по практике сложилось особенно первые года вот в 2000 годах они как бы вот потребление больше чем по норматив старых домах вот около плюс минус 10 процентов вот так вот я могу сказать от норматива сама по себе установка счетчиков не позволяет жителям старых домов экономить на отоплении скорее наоборот заставляет их экономить на комфорте и придумывать способы улучшения эффективности своего жилища устанавливать современные окна утеплять стены менять батареи но такие решения для одной квартиры не дают финансового результата эффект достигается только при полном утеплении наружных стен кровли и модернизации системы отопления а это большие затраты при полном согласии всех собственников окупаются они долго и овчинка выделки может не стоить жители новых энергоэффективных домов при покупке получают весь необходимый комфорт и экономию на протяжении всего срока эксплуатации дома финансовая и техническая грамотность жильцов позволяют экономить значительные средства как же нам повлиять на размер строчки отопления в наших финансах есть два варианта первый самый простой на мой взгляд на этапе выбора квартиры теперь крайне важно обращать внимание не только на район или соседей но и на инженерную инфраструктуру дома заглядывать платежки кроме того можно попросить застройщика или управляющую компанию рассказать по каким технологиям построен дом и что в нем сделано для энергосбережения ответственный застройщик никогда не откажет если говорить об энергоэффективности об энергоэффективном доме это тот дом в котором сведены к минимуму энергопотери теплопотери и это тот дом для содержания для содержания поддержания комфортного проживания в котором требуется минимальное количество ресурсов я бы разбил на составные части в первую очередь безусловно это конструктив дома мы знаем что у нас монолитный каркас заполнение проемов газа силикатом утепление снаружи влаговетроизоляция вентилируемый фасад в виде керамогранита этот пирог позволяет сохранять очень хорошо позволяет сохранять тепло и если просто преломить его на точно такой же пирог в виде кирпичной кладки дома но это до метра полутора это уже само собой за себя говорит если говорить о заполнении оконных проемов применяется энергосберегающие окна энергосберегающий двухкамерный стеклопакет соответствующим напылением который также позволяет экономить как тепло так и соответственно не пропускать холод если мы говорим в данном случае повторюсь об энергоэффективности энергосберегающих технологиях то одной из составных частей это смонтирована в этом доме система контроля и система учета ресурсов которые потребляют не только дом как вы правильно отметили по общий домовым прибором учета но также индивидуально каждая квартира на каждый потребляемый ресурс установлены прибор учета будь это горячая холодная вода которым прибором учета мы уже привыкли электричество также стоят прибор учета который позволяет контролировать потребление ресурса в виде отопления на мой взгляд это одна из самых основных статей расходов наших квитанциях и контроль самостоятельно каждым собственником за тот или иной объем потребления в данном случае отопления измеряющих гигакалорий я думаю что это будет приветствоваться как собственникам так и управляющей компании все нагрузки изначально проектные предусматривали возможность подключения теплых полов действительно мнение разделяется можно отапливать квартиру теплыми полами посредством теплых полов можно радиаторами безусловно все это будет отражаться на приборах учета и мы не настаиваем на том чтобы та или иная система использовалась для собственников он самый выбирает самостоятельно он также может монтировать и теплый пол и радиаторы отопления это называемое энергетическое сердце нашего дома тепловой узел и я считаю что это одна из тех основных составляющих которые обеспечивают тот или иной класс энергоэффективности данного дома в доме имеется замкнутый контур системы отопления посредством теплообменника система внутренняя система отопления дома и подготовки горячей воды подогревается за счет тепловую централь помимо технологических решений которые применялись застройщиком при проектировании монтаже данного теплового узла в виде теплообменника существует система автоматического регулирования эта система опрашивая датчики автоматически регулирует себя для комфортного для комфортной температуры в квартирах в зависимости от температуры наружного воздуха или внутреннего воздуха то есть нет такого что и в минус 30 и и в плюс 5 одинаковые радиаторы отопления нет это безусловно энергосберегающие технологии это безусловно сказывается и на экономии ресурса видеть теплоносителя и безусловно в конечном итоге сказывается на экономии денег наших собственных мы зачастую сталкиваемся такой ситуации когда отопительный сезон официально заканчивается но погода оставляет желать лучшего и да и во всех домах достаточно прохладно наши дома а именно тепловые узлы спроектированы таким образом что позволяет даже после того как заканчивается отопительный сезон посредством технологических решений позволять отапливать дом и держать определенную комфортную температуру для наших собственных изначально по проекту класс энергоэффективности данных домов это класс b это умолчанию высокий класс энергоэффективности но по факту делая анализ системы отопления мы понимаем что данные дома а дотягивают однозначно до класса и это очень высокий класс энергоэффективности который позволяет экономить до 50 процентов от отопления и согласно мати конечно хорошо жить в новом доме который имеет умную систему где ты сам регулируешь температуру в квартире и платишь только за то, что употребляешь. Но как быть жителем старого фонда? Могут ли они сэкономить на отоплении? Это можно. Трудная задача, но можно. Для этого были предусмотрены в законодательстве, в этом же законе об энергосбережении, энергосервисные контракты, которые позволяют нанимать организации, либо управляющие компании, либо организации специализированные, которые бы могли за свои средства смонтировать узлы учета, автоматику необходимую, выполнить регулировочные работы, а потом деньги за свои затраты брать за счет экономии. Сейчас как раз прорабатывается вопрос у нас в МОП-центре ЖКХ, чтобы устанавливать там, где нет общедомовых приборов учета по поводу энергосервисных контрактов. Вот это первый пласт, который можно. А дальше уже можно рассматривать, конечно, только основной экономический эффект. Может, только для того, от теплоизоляции здания. И тут все, как всегда, зависит от собственников дома. Дело в том, что в старом фонде экономить в одной квартире не удастся. Либо экономит все, либо никто. И дело старшего по дому – найти энергосервисную компанию или обратиться в свою управляющую компанию. Сделать расчеты и понять, что на отоплении можно сэкономить, что этих денег хватит не только на установку счетчиков, а может хватить и на утеплении фасадов, и на замену окон. Благо, что жители Сарова становятся все более и более грамотными в этом вопросе. В настоящее время одни из самых энергоэффективных домов, по нашим анализам за последние три года, это дома компании «Саров Инвест», которые потребляют на 50, некоторые дома на 60% меньше установленного норматива для новых домов постройки после 99-го. Ну и мы понимаем, почему это. Потому что там применяются современные элементы регулирования, современные теплозащитные конструкции зданий. Ну и, как мы видим, что и эксплуатация последующих данных жилых домов проводится достаточно высоком. А теперь давайте просто посчитаем. Итак, плата за отопление в доме постройки до 1999 года составляет примерно 355 рублей в год за квадратный метр. В новом энергоэффективном доме, построенном в пойме Рекисатис компании «Саров Инвест», 83 рубля за квадратный метр. Это в четыре раза дешевле. Если перевести эти расчеты на стандартную квартиру площадью, к примеру, 60 квадратных метров, то выходит 16 тысяч рублей в год. Кроме того, энергоэффективный дом за 10 лет позволяет сэкономить своим жильцам примерно 11 миллионов рублей. Экономия только по одной строке. Отопление сопоставимо с платой за содержание и ремонт жилья. На самом деле похвально то, что сейчас не только управляющие компании, не только застройщик обращает внимание на повышенный требование к энергоэффективности, повышенные классы энергоэффективности домов, необходимость строительства таких домов, но и собственники сейчас также огромное внимание уделяют этому. На самом деле стереотипы людей поменялись. Они сейчас очень грамотно подходят к формированию своей статьи расходов, в том числе на содержание жилья, и они приветствуют те технологии, которые применяют и застройщики, и те технологии, которые используют управляющие компании. Тема экономии, энергоэффективности, энергосбережения нашим сегодняшним разговором, конечно, не исчерпываются. На самом деле это был только первый подход. Если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях к этому видео в наших группах в социальных сетях. Я Роман Олейник. Это программа «На самом деле». Увидимся на К-16. Продолжение следует...